Здравствуйте, уважаемые слушатели. Хотела бы сегодня представить такую тему, как формирование бухгалтерского учета налогооблагаемых показателей. Эта тема актуальна практически на все времена для всех. Конечно же, бухгалтерский налоговый учет подвержен изменениям со стороны законодательства, то есть это очень динамичное направление. Но если говорить о бухгалтерском и налоговом учете, это два параллельно идущих между собой учета для организации. Бухгалтерский учет – это система непрерывного сбора, документирования, обобщения информации о хозяйственной деятельности организации, ему имуществе и обязательствах. Налоговый учет – это обязательный для введения учет, который регламентирован государством, а именно налоговым кодексом Российской Федерации. Целью налогового учета является корректное отображение движения денежных средств, чтобы выделить сумму налогов и передать эту информацию государству в установленной форме наряду с определенными сборами. Если говорить, для чего, допустим, нужен бухгалтерский учет, для учета соответствующих образом всех, скажем так, активов и обязательств организации, и, конечно же, налоговый учет для эффективного контроля налоговыми органами, деятельности организации и своевременной уплаты налогов организации. Основными задачами можно назвать формирование полной и достоверной информации о порядке учета для целей налогообложения, обеспечение всей необходимой информации внутренних и внешних пользователей, ну и, конечно же, предотвращение отрицательных результатов деятельности организации и своевременной организации, так и оздоровления организации. Основные направления или подразделы, которые мы будем рассматривать, это принципы, задачи нормативно-правовое регулирование, формирование налогооблагаемых показателей, это бухгалтерский налоговый учет, ну и, конечно же, формирование и учет налогооблагаемых показателей. Какие основные направления налогооблагаемых показателей будут рассматриваться? Это обязательно налог на доход физических лиц, это налог на добавленную стоимость НДС и акцизы, это налог на прибыль. Надеюсь, вам будет полезна данная тема, но хочу повториться, что законодательство динамично, оно очень меняется, поэтому, конечно же, какие-то корректировки, поправки всегда должны предусматриваться. Благодарю за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok